Привет! Теперь разбираем связочку, которая у нас была в воскресенье, и технику, которую мы использовали. Начинается связка с ключа на правую ногу. Ключ состоит у нас из четырёх стадий. Косточку подняли без акцента, опустили с акцентом, подняли без акцента, опустили с акцентом, и внутреннюю мышцу правой ноги выбросили к зрителю, при этом пяточка тоже поднимается. Вот четвёртый этап этого движения. Как выглядит он слитно? Пам-пам-пам-пам-пам. Движение, которое называется ключ. Что здесь нужно знать? Что работа, в данном случае правой косточки, осуществляется за счёт сгибания и разгибания колена левой ноги. Смотрите, когда я сгибаю колено левой ноги, косточка у нас поднимается вверх. Когда я резко разгибаю колено левой ноги, косточка резко уходит вниз. И для того, чтобы сделать движение ключ, нам нужно сначала косточку поднять в качестве подготовки к этому движению. При этом колено левой ноги согнуто. Затем резко разгибаем колено левой ноги, косточка опускается вниз. Колено сгибаем, косточка поднимается. И потом разгибаем резко левое колено и ногу выбрасываем вперёд, каткой вверх. При этом колено ровное, пятка у нас выворотная, то есть поднята кверху, как будто хотите, например, футбольный мяч бросить. И следите за тем, как работают ваши колени. Сначала можно тренировать просто сбросы. Согнула левое колено, поднялась правая косточка, резко разогнула левое колено, косточка резко ушла вниз. Пам, 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 пам. А потом делайте выброс ноги. Вниз, 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 вниз. Показываю ключ на левую ногу. Согнула колено, косточка поднялась. Колено разогнуло, косточка опустилась. Вверх, вниз. Пам, 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 пам. Теперь возвращаемся к нашей комбинации. После ключа на правую ногу, мы правую ногу переводим назад, сгибаем колени. И сейчас мы будем делать удар, вот этой вот частью ягодиц, в заднюю диагональку. Пум. Показываю еще раз удар. Пум. Пум. Здесь мы помогаем себе всеми коленями. Коленями, но особенно работает колено правое, той ноге, которой мы делаем удар. При этом корпус вы можете немножечко лопатку посадить по направлению движения и немножко посмотреть в ту сторону, у вас лопатка сама уложится туда. Чтобы это движение не было сухим и скучным. Потом мы опять сделаем ключ и уже делаем удар в сторону, горизонтальный. То есть он будет у нас направлен параллельно полу и анфас. После ключа у меня нога разогнута и удар в сторону, в правую сторону, выглядит вот так. Что здесь происходит? Я максимально косточку уложу в правую сторону, как можно дальше по отношению к моему плечу. И это движение резкое. Перевод косточки в правую сторону должен происходить очень резко. А резкие движения у нас требуют какой-то подготовки. Подготовка это обычно согнутые колени. Вот закончился ключ. Хоп! Что я делаю? Я резко отвожу косточку в правую сторону на максимальной оттяжке и при этом резко выпрямляю колено назад. Стопа у меня приходит полностью на пол, колено полностью распрямляется и мой копчик уходит максимально вправо по отношению к моей правой стопе. То есть если вы где-то копчик оставили здесь, то вы не дошли и вы не можете держать баланс. Если вы максимально ушли, вы показали максимальное бедро и зафиксировали себя надежно в пространстве. Так, теперь показываю удары горизонтальные вправо и влево отдельно. Удар, 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 удар. А теперь показываю связочку ключ-удар в диагональ, ключ-удар в сторону. Ключ-удар в диагональ, ключ-удар в сторону. Все то же самое происходит на другую ногу. Ключ-диагональ, ключ-удар в сторону. Во время удара в сторону по рукам. Ключи я делаю ладони вниз. Ключ первый я делаю ладони вниз. Во время удара в диагональ я ладонями немножко шевелю. Пум. Потом руки перевожу амфаз в таком же положении. Ключ. И во время удара в сторону я ладошки переворачиваю и делаю небольшой подхват. Это руки не обязательные, они могут варьироваться, то есть нету такого, как обязательные руки. Так, есть. Хорошо. Значит, мы сделали удар горизонтальный на левую ногу. Обратите внимание, что всю вот эту комбинацию из ключей, ключи и удар горизонтальный я выполняю с поджатым копчиком. Он у меня не выпадает. Если он у вас вдруг выпадет, ничего катастрофического не произойдет. Просто когда вы держите копчик поджатым, то есть он смотрит перпендикулярно вниз, и вот эту зону бели, да, вот она, зона бели, мы держим немножечко ее, подталкиваем вперед. Мышцы ягодиц в тонусе, чуть-чуть ее подталкиваем вперед. Когда мы работаем в таком положении, у нас зона бели более выразительная, и все движения лучше видны, и красивее смотрятся, и понятнее для зрителя. При этом, смотрите, наше же тело, нижняя часть и верхняя связаны, поэтому когда мы, вот обычный человек стоит, да, копчик поджала, и зону бели чуть-чуть вперед. Вот. Верхняя часть тела тянется вверх, но за счет того, что мы немножко зону бели толкаем вперед, корпус можно немножечко уложить назад, то есть такой небольшой прогибчик под лопатками. Вот. И получается, что мы ключи делаем вот в таком положении. То есть нижняя часть вперед, верхняя часть по противоходу немножко отклонилась. Ну, это более выглядит выразительно, и обязательно ее вытягивайте, чтобы у вас и шея вытягивалась, и вы выглядели. Как такая красивая горная лань, да? Хорошо. Связочка еще. А вот во время удара вверх копчик у меня, конечно же, поднимается. То есть я вот работаю на такой скруточке, да, у меня корпус посажен на зону, на рабочую зону, и копчик поднят. Пум. Ключ, удар, ключ в сторону, ключ, удар вверх в диагональ, ключ, удар в сторону. Что происходит теперь? Мы делаем обратную восьмерку, то есть восьмерку сзади, вернее, половинку восьмерки. Лепесток сзади, лепесток сзади. Я стою вот в такой позе. Для того, чтобы начать делать половинку восьмерки сзади, я ухожу на скруточку, смягчаю левое колено и зачерпываю косточкой пространство как можно больше. За собой и вперед. Хоп. Теперь перехожу на правую ногу. У меня уже бедра повернуты в диагональ и захватываю пространство как можно больше сзади и вперед. Перехожу на правую ногу. Теперь у меня освободилась левая нога. И я делаю половинку восьмерки корпуса. И сопровождаю этой рукой, перехожу на левую ногу. Вытягиваюсь за рукой. Правая освободилась. То же самое делаю на правую сторону. Левая нога освободилась. Я на нее шагаю в диагональку. И правая косточка будет делать половинку маятника. Маятник вы все знаете. Вот он как выглядит. Если мы его делаем в тренировочном варианте. Или как полная фигура в танце. Косточка поднимается вверх. При этом копчик у нас поджат. Косточка поднимается вверх внутрь. Потом за счет смещения копчика и толкания себя противоположным бедром. Мы ее смещаем в данном случае вправо. Опускаем и убираем. Потом нужно переходить на другую сторону. В нашей комбинации идет шаг и половинка маятника сверху вниз. При этом я на правую ногу практически не наступаю. Если мы делаем маятник полноценный. И у нас достаточно для этого времени. Желательно на пятки наступать. Чтобы он был полным. Здесь, поскольку у нас шаги. Хоп. Половинка маятника. Шаг накрест. Половинка маятника. Ваша задача хорошо показать вот эту петельку сверху вниз. То есть тут такая у нас очень интенсивная работа бедрами идет. Шаг. Тарарам. Теперь остаемся в том же положении. Ноги поставили стопами на пол. И у нас будет аут, ин, вверх, вниз. Движение аут, извне. Для этого косточки у нас должны опуститься вниз и вперед. За счет сгибания коленей. Я согнула колени. Косточки у меня опустились. Копчик у меня поднялся. Теперь я колени разгибаю. И все это уходит. Косточки уходят внутрь. Колени разгибаются. В танце я руки поднимаю. А потом опускаю. Но сейчас буду без рук показывать. Вот колени согнулись. Пам-пам. Грудь вверх, вниз. Потом на пятках перевернулась в другую сторону. Делаю. Пам-пам. Пам-пам. И вы готовы работать эту связочку уже на левую ногу. Она такая же, независимо от того, с какой ноги вы начнете. Чего? Продолжение следует...